Сегодня в России перерабатывается только незначительная часть пластиковых отходов. Эта проблема актуальна не только с позиции охраны окружающей среды. Она также связана с растущим недостатком первичного полимерного сырья и энергетических ресурсов для создания новых изделий. Сотрудники Крымского федерального университета разработали проект создания сквозной технологии переработки разнородных вторичных полимерных материалов с изготовлением новых композитных изделий, который получил поддержку и финансирование в размере более 35 миллионов рублей. Сейчас научные работы, связанные с переработкой вторичных полимерных материалов, проводятся на базе инжинирингового центра «Биопозитивное строительство и ресурсосбережение Академии строительства и архитектуры». Я занимаюсь именно технологией создания изделий методом соэкструзии. Это одна из разновидностей технологии, которая позволяет изотавливать готовые изделия с использованием как первичного материала, так и отходов полимерных материалов. Это могут быть различные трубки, выдувные изделия, баночки, бутылки и так далее. Проект подразумевает создание сквозной технологии изготовления новых композитных изделий. На основе разработки конструкторской документации на оборудование с использованием цифровых технологий, разработки 3D-модели, изготовления физической модели с использованием 3D-принтера, а также изготовления опытного образца оборудования в металле. Проектирование и производство отечественной продукции нового поколения будет реализовано в кратчайшие сроки. Данные материалы очень интересны тем, что у них до 80% состоят из вторичных материалов. И поэтому себестоимость такой продукции снижается от 30 до 50%. Поэтому мы надеемся, что мы найдем на рынке свое место. Наша продукция будет востребована, наши технологии будут успешно реализованы и наш университет, наш центр будет процветать. Это первый масштабный проект в Крымском федеральном университете, который носит прикладной характер. Он разработан в рамках реализации национальной технологической инициативы России. Ольга Якименко, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.